15 лет ожиданий. Десятки причин приостановить строительство и сотни неравнодушных гаража, благодаря которым, несмотря на все трудности, в Сарове появился храм царственных страстотерпцев. Идея построить в Сарове храм-памятник, посвященный последнему русскому императору страстотерпцу Николаю II и его семье, возникла в 2002 году, во время подготовки к празднованию столетия прославления в лике святых преподобного Серафима Саровского. Поскольку именно государь Николай II сыграл решающую роль в канонизации батюшки Серафима в 1903 году. То, что храм, посвященный имени последней императорской семьи, здесь уже создался, это является большой данью благодарности саровчан за то, что именно император своей семьей принял самое активное участие в прославлении батюшки Серафима. В 2003 году под строительство храма выделили земельный участок в новом микрорайоне. В 2006-м на праздновании 300-летия Саровской пустыни и возрождения обители святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II благословил строительство. В 2008-м здесь был установлен поклонный крест, но кризис отодвинул начало работ. Идея возведения храма обрела второе дыхание лишь спустя пять лет. В 2013 году митрополит Нижегородский Эрзамасский Георгий благословил сбор средств и начало подготовки к строительству. В марте 2014-го храм начали возводить. Ко дню рождения государя Николая II была залита мощная фундаментная плита. В тот день митрополит Георгий совершил чинзакладки храма, на который приехали представители дома Романовых. Здесь, в Богопоставимграде Саров, день памяти Савтава Праведного и Умногострадального. И в день рождения последнего государя нашего Отечества, Царство Сосердца императора Николая, мы закладываем храм в честь всей царственной семьи страстосердцев. В процессе строительства храма случались затишья, а иногда речь даже шла об остановке работ. И по мнению благочинных и благотворителей, то, что произошло на стройке в последние два года, это настоящее чудо. И то, что строительство закончилось именно в этом году, тоже не случайность. Хотя место было выделено городской администрацией, можно было бы сразу начинать, но Господь судил так, что именно, наверное, к столетию вот этой даты трагического бияни царской семьи был установлен, построен вот этот храм-памятник в честь царственной страстосердцев. Поэтому я думаю, что это промышленно Божием так было предопределено. В конце 2017-го на храме появились колокола. Осветил их митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Храм украсили 11 компанов. Вес самого большого – 820 килограмм. Вылиты они согласно всем традициям русских церковных звонов. Достаточно полный набор колоколов, если смотреть его по составу колоколов, то здесь хорошо представлены все три основные группы колоколов – зазвонные и позвонные благовестники. Каждый из колоколов украшает барельеф и икон. На главный нанесен образ царственных мучеников. Пять самых больших колоколов в наборе фамильны. Их пожертвовали благотворители. На остальные средства собирали сарусские прихожане. Город Саров – это очень такое благостное место. И помыслы людей, которые заказывают колокола, молятся о том, чтобы колокола были в храме – это, в общем-то, благие намерения, благие мольбы, обращения. Поэтому я не могу сказать, что наша работа, она сложная, она ответственная. Первыми после митрополита опробовали звон освященных колоколов попечителей, принимавшие активное участие в возведении храма. И все, кто пришел на церемонию, смогли ощутить всю полноту и насыщенность звучания колокольного звона. Всех вас поздравляю с этим большим благословенным делом, что наш храм в честь царственных старца Терпцев в городе Сарове обрел свой голос. Следующим важным этапом стала роспись внутреннего убранства храма. Более полугода иконописцы мастерской «Новое воскресенье» из Палиха расписывали храм святых царственных старца Терпцев в древнерусском стиле. Уникальность росписи состоит в том, что в ней представлены и мученики XX века, современники царя, которые были с ним лично знакомы, а также святые из Дивеевской округи. Всего на стенах и сводах можно увидеть около 150 святых и 10 икон Божьей Матери. Старались охватить вообще все, не только как бы Саровскую землю. Ну, естественно, у нас и Сергей Радонежский, Серафим Саровский, и Дионисий Суздальский. Несмотря на нетрадиционную архитектуру, храм расписали целиком. На единственных двух прямых стенах разместили сюжеты коронации царской семьи и их участие в перенесении святых мощей преподобного Серафима Саровского. Причем иконографию сюжетов палевские мастера разработали сами на основе исторических материалов, картин и фотографий. Очень мы интересно постарались изобразить перенесение мощей. Дело в том, что перенесение там не из Сарова в Дивеево, а в Сарове из Зосимы, Саватии, Соловецких, из этого храма, и в Успенский храм переносили. Так вот мы, значит, изобразили с левой стороны только нас, значит, Зосимы, Саватии храм, они вынесли из него, и Успенский храм тоже. Ну, постарались маленько, чтобы было это, документально. Постарались там изобразить и Елизавету с мужем, да, и, значит, и Александру Федоровну, чтобы там все были. И поэтому работали как бы немало, и тоже уже с этим сюжетом как бы сжились и нравятся. Работа была проделана колоссальная, и в конце мая храм открыл свои двери для прихожан. Первый молебен с акафистом перед иконой святых царственных сарстотерпцев собрал больше сотни саровчан, и для каждого из них появление этого храма стало важным событием. Уникальность храма царственных сарстотерпцев заключается еще и в том, что возводили его исключительно на добровольные пожертвования благотворителей и жителей нашего города. Он поистине стал храмом-памятником, потому что в его создании приняли участие многие горожане, которые внесли в его возведение свой труд. Вымаливали храм, собираясь на молитвы в любое время года, а также трудились на субботниках. А здесь и территория большая, и площадка детская есть будет возможность. Но я считаю, что это очень важно и очень важно. Для того, чтобы были охвачены молодые жилые районы, где живут молодые семьи с детьми, конечно, храм в этом районе прекрасный. Прекрасное место, прекрасный храм. Народу много живет, здесь храм такой замечательный, построенный, очень красиво. И великолепно расписанный. Встречая таких людей, я видел в их лицах радость, что они участвуют в этом богоугодном делании, что их Господь сегодня сподобил поучаствовать в этом великом, благодатном делании по строительству этого прекрасного храма. Появление храма только начало. Совсем скоро это место станет духовным центром притяжения саровчан. Здесь разместятся различные приходские структуры. Социальный центр благочиния, воскресная школа, волонтерский центр «Радость моя» и другие. В перспективе вокруг храма царственных стастотерпцев будет построен культурно-просветительский комплекс. А в сквере возле храма, возможно, появится и памятник царской семье.